Обстрелы есть, потерь нет. Именно так лаконично можно описать последние сутки на фронте. Боевики провоцируют. Пользуясь перемирием, в окопах продвигаются вперед и постоянно обстреливают наши позиции, на что получают достойный ответ. Недавно в интернете появилась информация, мол на фронте хотят ввести полный запрет на ответный огонь и наказывать за него солдат будут баснословными штрафами. Но это все оказалось не более чем холостым выстрелом и фейком. Наш военкор Ирина Баглай побывала на передовой. Реальная картина на фронте в ее материале. На позициях Селезайцева у военных условный комендантский час. До передовых укрытий нужно добраться засветло, ведь вместе с сумерками начинается привычный сценарий. После полета вражеского беспилотника начинаются прострелы. Что это сейчас происходит? Стрельба идет. Вот это вот уманирует, это начинается. Опять оно полетает. Прыгнись там. Ниже, 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 ниже. Там же нету защиты у тебя никакой. Это что, по нам? Это наш только что ответ дает. Перед этим по нам было. Прицельно-то, да? Там, вот прямо и влево, там мрах. И тут уже наемники бьют из более тяжелых орудий. Это что? Это копейка? Да, это копейка. БМП-1. Вот такие разрывы. Это яркое доказательство того, как боевики нарушают режим перемирия в селе Зайцево. Стреляют из БМП-1, калибр 73 миллиметра. Пожелательно. Это наши дали ответку. В ответ бойцы стреляют по вспышкам. Это огневые точки врага. Есть же документ, где Муженко написал, что можно давать АДК. Ладно, эти. А вы видели его? Он на позиции у нас есть. В штабе АТО подтверждают вражеский огонь, свидетелями которого стали и мы. Можно расценивать как угрозу жизни. И чтобы открыть такой огонь, разрешение ждать не нужно. Командующий штабом АТО опровергает спекуляции о запретах. Недавно появилась информация, мол, за ответный огонь бойцов будут штрафовать на 35 тысяч гривен. Подкресливаю режим припинания огня, а не заборона стрельбы. Не ма дозвела. Командир принимает решение на открытие огня. Командир отделения, старший нарядов, старший спосторожного поста, принимает решение на открытие огня само си ино. Генерал-лейтенант Лакота показывает приказы и распоряжения, в которых с конца августа прописано, в каких случаях и чем могут отвечать украинские бойцы. Если в огонь выйдет по нам противник с крупнокалиберного пулемета, мы можем отвечать гранатометам, мы можем отвечать СПГ. Если он по нам наносит украинение минометами, мы можем отвечать тоже минометами, або даже артиллерии. Запрет на огонь, баснословные штрафы и тюрьма на передовой. Слухи о таких наказаниях вызывают удивление. По поводу забороны мы ничего не говорили. Вчера работала всякая стрелка дня, и с крупного ничего такого не работало. Это то, что дали добро. За штраф, за въездницу, за стрелянину говорили вам? Первый раз, если честно. На днях под оккупированный Ясиноватый Александр и его побратимы предотвратили прорыв к своим позициям. Отвлекающим огнем из пулеметов боевики прикрывали заход вражеской штурмовой группы. Соседние позиции открыли огонь. Решение принимали на месте. Ворог уже приблизился на 350 метров. Мы можем применить сбору без попереджения, на уражение и потом доповести. В той же инструкции, которую находим на позиции, огонь можно вести и по боевикам, которые возводят укрепления, продвигаясь вперед. Как сейчас, во время перемирия. Подкапывается все ближе и ближе. Ну, сегодня просто там копали, они лопатой махали. Глокоп глубокий сильно. Так не видно. А вот ответ на укрепляться нашим военным боевики не дают. Пытаются ранить или убить безоружных во время инженерных работ. Но за время хлебного и школьного перемирий в штабе АТО констатируют, потери сократились. Если в июне погибло 22 наших бойца, а 158 были ранены, то в августе 8 погибших, 78 раненых. На конец сентября убиты трое. Без потерь обошлось и этой ночью в Зайцеве. Но на рассвете боевики разбудили село, ударив с новой силой. Вот такое утро в селе Зайцево. С пяти часов утра боевики бьют по самому селу. Помимо Стрелкового уже с десяток, с несколько десятков запущено снарядов БМП-1. Приход, БМП-1. Когда обстрелы стихают, командиры обходят жилые улицы, проверяют, нет ли раненых среди местных. Все люди живы. В этот раз смертельный металл оставил след на земле среди уже разрушенных домов. Ну, приход вот был сюда, оно там видно там светливо. Но дать ответ на огонь этим утром бойцам было уже сложнее. Наемники специально стреляли из БМП из-за террикона. Там на блокпосту и прячут свои боевые машины, прикрываясь живым щитом. Ведь рядом трасса, по которой на контрольно-пропускной пункт Майорская, едут мирные люди. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер.